Продолжение следует... Стали понимать, что некоторое «я» можно получить не только процедуру сомнения в бытии, в бытии некоторого предмета, но и в сомнении в улучшительности. Возможно, два вопроса. Первый вопрос состоит в том, что если это нечто, некое готовое состояние, мы задаемся вопросом, а существует ли оно на самом деле. Это именно та точка зрения, которую обычно имеет большинство философов на процедуру сомнения Декарта. Вторая точка зрения состоит в том, что мы можем сомневаться не только в его бытии, но можем сомневаться в его чтоженстве. Можно задаться вопросом, что у нас, дерево или человек. В этом случае тоже оказывается возможен результат, неважно, что перед нами, дерево или человек, но несомненно, тем, что ей вымыслить. Следовательно, когета или чистое «я», оно может достигаться и на пути сознания сомнения в определенности. Эту точку мы постараемся фиксировать. Мы видели на основании философии Декарта, что у нас было две вещи. Весь мыслящая и вещь протяженная. Что такое протяженность, напомню еще раз. Протяженность не является свойством вещи. Например, вещь бывает красной, пахучей и громкозвучащей какой-то. Но протяженность не является одним из ее предикатов. Это и есть, собственно, предметность вещи. То есть вещь, во-первых, или предмет. Во-первых, обладает определенным родом свойствами, то есть предикатами, с одной стороны. С другой стороны, он является, безусловно, в первую очередь предметом. Именно протяженность это и выражает то, что предмет является предметом. То есть протяженность или пространственность являются формой предметности. Вот такая у нас возникла забавная схема. Мы видим, что предметность это то, что по определению положено вне сознания. Быть предметом означает быть перед сознанием, то есть быть вне его сознания. Это определенная форма трансцендентности. Именно поэтому мыслить вещь в качестве протяженной, мыслить ее как в качестве трансцендентного и вне положенного сознания. Это означает, что мыслить одновременно нечто протяженным, одновременно означает мыслить его существующим. Точно так же, я не знаю, что передо мной вещь, возможно, что и логические доказательства каким-то образом передо мной ошибаются Возможно, ложь по любому поводу совершенно, но несомненно то, что я этот предмет мыслю Быть может, передо мной не дерево, а человек, быть может, передо мной не человек, а стул Быть может, еще многое может быть, но несомненно то, что я его мыслю Сомнение чтойности позволяет понять, как некоторое я Мы видим, что простейший опыт в смысле Декарта разваливается наверх фундаментальной составляющей. Первая фундаментальная составляющая стоит в том, что есть некий предмет по определенному положению вне сознания. И второе, что есть некоторое Я. Я понимается в данный момент не как форма, способ бытия предмета. А Я понимается не как основание, точнее, бытия предмета. А Я понимается как форма определенности предмета. Вот это понятие «а я» как формы определенности предмета, для нас для нынешнего анализа, будет чрезвычайно важно. Теперь приступим непосредственно к Гегелю. Гегель говорит, что мы ищем некое бытие. Бытие или существование, которое мы ищем в форме непосредственности. То есть, то самое непосредственность, о котором говорит Гегель в первой главе, это и есть существование или бытие. В самом деле, оказывается таким образом, что перед нами положены некоторые предметы, и мы принимаем его за определенного рода истину. Мы думаем, что непосредственно есть этот самый предмет. Но одновременно с тем, на смену этому предмету может наступить, мы думаем, что есть ночь, но смену наступает день. Или дню на смену наступает ночь. Что здесь очень является интересным? Вообще принято думать, что здесь есть три рода акторов. Актор первый – это, собственно, предмет. Актор второй – это, собственно, сознание, которое существует в тексте. И актор третий – это позиция «мы», так называемая, или для нас бытие. Вот есть замечательная работа Наговицына Олега Михайловича о позиции «мыф» и «многие духа Геги». То, что я сейчас буду говорить, будет достаточно сильно расходиться с этой работой. Я всем ее рекомендую. Это классическая работа по философии. Теперь постараемся понять, что за переход, что здесь происходит. Иногда думать, что сознание просто у нас происходит переход. Одно время сознание думало, что истинной его являлась ночь. И второй раз сознание думает, что истинной его является день. Иногда эту ситуацию интерпретируют таким образом, что только с некой внешней позиции, или с позиции для нас бытие, можно констатировать, что произошла катастрофа. Произошла катастрофа, а именно день сменился на ночь. Но здесь, если день у вас был бытием, то ночью пришли на его смену. Почему я говорю о катастрофе? Стало вне бытия. Это говорят как о катастрофе сознания. Но на деле мы видим здесь не больше, не меньше простой декартовский ход. Оказывается, что если у тебя день наступил на смену ночи, это примерно то же самое, что как в декартовской формулировке подумать, а не верны ли математические доказательства? А передо мной что? Человек или дерево? Дерево или стол? Или какой-то другой предмет в мире? Вот в этом оказывается вопрос. То есть таким образом, когда день наступает на смену сознания, сознание убеждается в том, что она является основанием определенности вещи, и оно несомненно существует. В этом смысле можно сказать, что именно в самом сознании, или вот так понимаемый в декартовом гибельском смысле, в форме определенности, оказывается суть бытия или непосредственной ситуации чувственной застоверности. Я хочу на эту картинку чрезвычайно важно подчеркнуть. Мы видим, как ни странно, что гибельский ход филеонологии в этом аспекте ничем не отличается от декартовского хода. Просто нам надо было правильно взглянуть на декарта. Почему они до этого различались? Надо правильно взглянуть на декарта и понять, что сомнение у нее происходит именно в четверности вещи, а не в ее бытии. Если мы понимаем, что по сомнению у нас происходит действительно в четверности вещи, а не в ее бытии, то у нас оказывается очень важным тот результат, что гибель ничем не отличается от декарта филеонологии духа. Это раз. Но есть и фундаментальное различие. Для гибеля форма внешнего чувства, а именно пространства, ничем не отличается от внутреннего чувства, а именно времени. Точно так же. В то время как декарты, они разнесены принципиальным образом. Поэтому оказывается очень важно понимать, что пространство и время в данном вопросе, в данном аспекте ничем не отличимы. Это фундаментальный момент. Мы видим, что нам не нужна никакая позиция мы, для того, чтобы совершить этот простейший переход. Оказывается, что сознание само на опыте убеждается, то есть не с какой-то внешней позиции, а сознание само на опыте убеждается, что если день наступает на смену ночи, то это оказывается не только тем, что одна что-то насменила другую, но это заставляет само сознание думать, что непосредственно находится в его бытии. Непосредственно это непосредственно сознание. Сознание здесь понимаем как форма определенности вещи. Это важный фундаментальный факт, который мы обнаруживаем в фенологии Духогелия. Это первый аспект. Второй аспект, который здесь возникает совершенно образом неожиданно, и до которого я раньше не понимал, это так называемая форма другого. Мы до сих пор всегда оказываемся проблемой, почему некий предмет перед нами, вот так, с двумя руками, двумя ногами, является для нас другим, а не камнем или нестуловным, кем-либо еще. А почему мы его мыслим другим, то есть в каком-то смысле даже немножко и себе самому равны. Это фундаментальный вопрос. Ну, я специально ставлю этот вопрос сегодня в семинаре, то есть у нас как бы семинар проходит в форме оракула, и прошу помощь его оракула. То есть интуиция здесь совершенно ясна. В самом деле, когда Декарт говорит о том, что перед нами не день, не дом, а дерево, допустим, не дерево, а человек, то есть когда происходит самообращение учитывальности, у нас всегда предмет перед нами есть, и всегда он представляет себя в качестве определенной чтойности. Из этого картинка не размывается. Всегда перед вами либо дом, либо человек, не важно, какая-то чтойность перед вами, но не менее существует. Каким образом можно понять эту картинку, что как возможна сама процедура сомнения? Она возможна только тем способом, что я начинаю думать, что есть некий другой я, который в этот самый момент и в этом самом случае начинает думать, что передо мной не дом, а дерево. То есть я всегда вижу дом, я вижу дом. Но возможность сомнения, предполагая о том, что есть, одновременно означает возможность предположения другого я, который думает, что передо мной не дом, а дерево. Именно этот ход мы обнаруживаем у Гегеля. Кажется, он достаточно простой, хотя они вполне у меня продуманы. Именно в том случае он и говорит, что теперь допустим, что в этот самый момент, а другой я в это же самое здесь и теперь, думает, что передо мной является не дерево, а дом. Именно другой я. Именно отсюда происходит. Мы видим, что концепция понимания декартовского когита, как возникающего в результате процедуры сомнения в чтойности, тем самым порождает автоматически некоторую структуру другого. Другой у нас в этой самой ситуации присутствует, как и некий подразумеваемый другой. Именно поэтому и возможен декартовский ход, что другой я. Думать, что здесь не дерево, а дом. Вот такая примерная картинка. Очень бы хотелось дальше научиться переходить к третьему функту гегельского предложения уже, точно так же обходясь без позиций иных. А именно, когда гегельское сознание или гегельское построение начинает думать, что у нас непосредственным является не предмет и не само сознание, а вся ситуация чувствует достоверности вместе. Я этого прихода на сегодняшний момент просто не понимаю этого перехода и не удается его совершить так же лихо и удало, как не удается его совершить без позиции. Мы при переходе от первого пункта гегельской технологии духа ко второму. Вот такой у меня доклад сегодня. Если честно, как бы мне насчет формы определенности не очень понятно. Сознание же всегда является формой определенности. Что в этом особенно? Потому что видение – это мое видение, слышание – это мое услышание. То есть всегда можно сказать с позиции Декарта, что наблюдаемое передо мной, ощущаемое – это есть некое мое, мое наблюдаемое, мое ощущаемое. То есть некое состояние субъективности. Да. Сомнение-то и происходит в том, является ли это только состоянием субъективности, или за этим стоит нечто реальное. Когда мы говорим, что мы сомневаемся в содержании, мы же о чем говорили? Мы говорили о том, что существуют ситуации, когда мы видим как бы одно, а оказывается, что оно другое. Да. Поэтому мы можем сомневаться, а дом – лето? А дом – лето мы можем сомневаться? Вот счит Roller – это ситуация слова, дом – лето. А вторая ситуация – ситуация обычная, А если это дом? Правильно. Разница есть, да? Разница есть. Но почему? Если мы говорим о том, что можно сомневаться так же и в считойности, почему, на самом деле, мы говорим теперь только, что можно сомневаться только в считойности? Ведь есть два способа сомневаться. Я это не говорю. Я, так же, это сознание является формой определенности. Да, формой определенности. Всегда так был? Да. В том числе форма предметности является сознанием? Или форма предметности сама по себе существует? Вроде как сама по себе. Получилось, что форма предметности существует сама по себе, тогда мы не можем быть и сомневаться. Если есть пространство, значит про вещи сразу. Да, да. Вот Дикарцевский ход, который первоначально он был, по большому счету, и оказывалось, что у себя есть предмет, то есть если он является протяженным, то сомневаться в бытии ты не можешь. А может заниматься только учитойности. То есть перед тобой есть нечто, это пальма, родник, в общем, оазис. То есть перед тобой оно нечто, оно протяжённое. Но на опыте ты убеждаешься, что это иллюзия, что перед тобой пески, пески и ещё раз пески. Я понимаю, что мы сейчас работаем, как бы попытаемся разобраться, как можно было бы поступить с философией Декарты и попытаться понять его позиции сомнения учитойности. Я соглашусь, да, я соглашусь, я понимаю этот аргумент и я тоже думаю, что мы как такового в бытие сомневаться не можем. В этом смысле похоже, что мы знаменитых статальеров тоже в их бытии не можем сомневаться. Да, и это получается, что... Мы можем подумать, а не бакс или это. Не, самое интересное, что... Сомневаться-то мы можем в любом случае сомнения. Не, не, самое интересное, что ведь... Не, не связано с стойностью или с формой. Сомнение оно абсолютно. Не, дело в том, что как раз для Гигера ведь это тоже не сомненно. Он ведь тоже в бытии не сомневается. Да, да, да. У него проблемы даже такой. В бытии не сомневается, правильно, да. И он считает, что он, по сути, делает Декартовский ход, только более развернут и аккуратно. Да. Получается, что если ты берешь Декарты и интерпретируешь ее, что сомневаться может только в считойности, а именно так, потому что... Мы-то раньше как рассуждали, что есть как бы два вида сомнения. Сомнения в бытии, сомнения в считойности... Месяц назад. Да. И они как-то там одновременно могут быть... То есть не просто одно есть в сомнении в бытии, а есть два вида. А теперь, когда ты фактически первым шагом доказываешь, что существует только одно сомнение, а именно в считойности, и пытаешься вот эту схему наложить как бы на разговор о... А истине чувственной достоверности. Да, Arrowhead. Как? Потому что когда... Дело в том, что Гегеля есть различия достоверности и истины. Вот как раз, когда ты говоришь о том, что нельзя сомневаться в бытии, у Гегеля, этому соответствуют слово «достоверность». То есть что чувство – это нечто достоверное. В чем сомневаться нельзя? Слово «достоверность» — оно как раз слово, которое соответствует отрицанию сомнений. Есть сомнение, а достоверность — это то, что не сомнено. То есть для Гегеля чувство «достоверное», а в нем сомневаться нельзя. И он исследует вопрос об этом чувстве с позиции истины, то есть с позиции содержательности. То есть насколько содержание этого чувства является истинным. То есть как раз разговор идет в том русле, что действительно разговор является содержательным. То есть для Гегеля разговор является не формальным, а содержательным. Но у Гегеля также есть и форма. Вот те три позиции, о которых ты говоришь, это формы сознания. То есть у него формальность перешла из какого-то внутриопытного, внутриопытной формальности к формальности как бы внеопытной. Вот есть форма существования сознания. Именно для того, чтобы эти формы фиксировать, ну и нужна позиция. Только с позиции мы мы понимаем, что существует много форм сознания. Потому что само сознание, которое участвует в опыте, оно не понимает, как с ней совершается опыт. Оно просто переходит из одной формы в другую и все. Ну, ну что плохого? Не, плохого отзыва в том, что позиция мы никуда не девается. Именно она фиксирует, что есть определенная форма существования сознания. И она нужна, чтобы эти формы связаны. Вроде позиция мы, она фиксирует то, что у тебя предмет оказывается в качестве подразумевого предмета. Не сам предмет, а предразумевается их. То есть именно речь идет о мнении, да? Нет, она удерживает позицию, как существует такая форма существования сознания, как чувственная достоверность. Это некая целостная форма, да? Как она существует? Она существует тем способом и в дискурсе удерживается, что существует некая другая позиция внешняя, да, по отношению к ней, которая ее описывает. Вот эта вот внешняя позиция, которую я описываю, и в том смысле удерживает, наряду с другими формами. Потому что внешняя позиция, это позиция как бы истина. Она как бы знает, что позиций много. Что существует не одна форма сознания, а много. Что есть куда выступать. Поэтому позиция мы тут никуда не девается, мне кажется. Другое дело, что если мы теперь переходим от разговора, от декартовского разговора сомнений о содержании, да, к разговору Гегельского, то у Гегеля вот это вот слово, сомнений, оно в нем участвует не в психологическом смысле, а в смысле проверки этой достоверности истины. То есть вот есть некая достоверность, в чем сомневаться нельзя, в чем состоит истина этой достоверности. Вопрос так задается. В чем состоит истина этой достоверности? И он указывает, что истина этой достоверности является всеобщей. То есть, определенный... Именно ты полагаешь, что всеобщие сильно и фиксируются позиции мы? Нет, с позиции мы фиксируются туда. Нет, нет, само сознание приходит к этому выводу. Но оно, как говорит Гигель, тут же его забывает. И начинает только заново. Ну вот, интересно, а вот этот самый всеобщий характер, она самим сознанием фиксируется или не фиксируется? Вроде получается, что не фиксируется. Если она не фиксирует результат своего опыта, а как она может это установить? Является ли содержание истинным или нет? Теперь же говорим о том, что есть некое содержание. Декард говорит об этом содержании с позиции сомнения. Но мы сомнения пока убираем, мы говорим с позиции того, истинно оно или нет. То есть, это вот декардский вопрос применительно к Гигелю. Гигель же именно так вопрос стоит. Вот передо мной содержание, некое там, ночь или день. Я задаю вопрос. Допустим, сейчас ночь. Является ли ночь истиной? Я отвечаю на него «да». И говорю «да». Потом наступает день, и сознание убеждается, что истина теперь становится день. Истина выдохлась. Вот она понимает на самом деле, что истина выдохлась или нет? Вот о чем разговаривают. Если она это понимает, значит она стоит хорошо. Когда она не стоит на позиции всеобщности разномоченной страны. Все правильно. Но она тогда, у меня-то получается, что из того, что она это понимает, она оказывается не в том, что удерживает, значит, некий абстрактный предмет в качестве истины чувствной достоверности. А она тут же автоматически переходит к следующему предмету. То есть опять наступила ночь, опять день. Нет, не к предмету. Она тут же переходит автоматически к мышлению того, что истина чувствной достоверности состоит в я. В непосредственности моего видения, слышания чего-либо еще. А если бы извне не пришло бы день и ночь, а была бы всегда ночь? Ну, допустим, сидите в темном помещении, ночь и ночь. И что? И она бы так и осталась, что ли, в этом опыте? Ну, вот тоже интересный вопрос. Осталась бы она в этом опыте? То есть, у меня получается, что некое внешнее изменение, оно заставляет сознание перейти в другую позицию? Да, получается таким образом, что она вынуждена перейти в другую позицию. Внешнее изменение, получается, что вынуждена перейти в другую позицию. День наступает на ночь, и я вижу, идет передо мной это дерево. Я прогляделся человеком. Тем самым я осуществил некоторые действия, очень похожие на процедуру сомнения Декарта. И себе я доказал, что я являюсь истинной чувственной достоверностью. Но только у Декарта этот процесс совершает само сознание. Оно само инициирует вопрос, оно само подвешивает содержание и само же себе отвечает. Ну, этот вопрос интересен на самом деле. Может ли, собственно, или вообще, теоретически, уже в самом факте мышления определенности, да? Ведь в самом факте мышления определенности, ночь, допустим, это же никакая определенность, ты должен перейти к тому, что ты являешься формой определенности. Должен перейти. Почему? Потому что она форма, она имеет границы. День это то же самое, что сказать, что ночь есть ночь, то есть в ноте есть нечто определенное. Если ты мыслишь что-то в качестве определенного, то все равно что у тебя день наступает на ночь. То есть нет тебе произвольного закона, но если ты мыслишь нечто определенное, тем самым осуществляешь этот переход. Только лучше говорить не про мыслишь, мы же чувствуем достойность. Есть непосредственность некая, а мышление это уже опосредование. Трактат же и начинается с того, что знание, прежде всего, является непосредственным знанием. Какое слово еще можно сказать? Какое слово еще можно сказать? Слово «чувствование», то есть мы чувствуем, потому что даже воспринимание нельзя сказать, потому что воспринимание уже принимает всеобщее. Согласно Гегель, вот ты чувствуешь ночь, ты ощущаешь ночь. Как я чувствую ща? Не в том смысле, все чувствую. Я вижу ночь. Я вижу ночь. Я вижу ночь, да. То есть факт видения. Только ты видишь ли ночь или просто некую темноту? Нет, я вижу ночь. Именно получается, что из того, что я понимаю, что она именно ночь, то есть нечто определенное, я вынужден выслить себя в качестве определенности. Или ты просто видишь некую определенность? Определенности предмета, форму определенности предмета. Я не темноту вижу, я вижу ночь. Согласны? Ночь вижу всё-таки. Нет, просто есть разница между тем, как видеть некую определённость и предмет. Да, между темнотой и ночью в данном случае, конечно, есть большая разница. Потому что если я вижу ночь, тогда я являюсь формой определённости. Да, и тут же, если я вижу ночь, то тут же являюсь формой определённости. Если я вижу темноту, то ещё ничего не значит, что там являюсь я формой определённости. Нужно, чтобы наступил день, чтобы тогда темнота стало ночью, а я стал формой определённости предмета. То есть, формой определённости предмета... Не, понятно, что сознание сразу является формой определённости предмета, но оно о себе узнаёт только тогда, когда и происходят внешние изменения, да? Если ты видел темноту. Но я так говорю, что я вижу ночь. Если я осознаю ночь как ночь, именно ночь как нечто. Захвачено предметом или не захвачено? Захвачено. Когда видишь ночь, ты захвачен, что ночь. Но тогда осознание и нет. Есть ночь. Не-не-не, как раз он же говорит, я вижу ночь. Значит, отличается, что я вижу ночь. Значит, уже произошли акты. Да, то есть у тебя получается, что предмет очень собран. С одной стороны, он, безусловно, каким-то образом захвачен предметом, он составляет чем-то непосредственным. Но у тебя здесь есть две фундаментальные непосредственности. Во-первых, то, что он в какой-то форме, в форме пространства и времени. Это раз. Во-вторых, он является нечто. То есть он является формой определенности. То есть вот такая забавная. Но является непосредственностью или нет? Не является. То есть можно еще как сказать? Ну, кстати, мы сейчас решим этот третий вопрос. Вопрос встает о том, что, действительно, это ночь. То есть это и об истинности того, что воспринимается. Или вопрос встает о том, я есть или нет? Тот, который говорит. Нет, то, что я есть или нет, это как раз Декартовский ход. Декартов шел в эту сторону. А Игорь говорит, что другой ход. Понимаешь? Что сознание интересуется конкретно предметным. Гусорем ушел. То есть гусорем. Для Декарта... Смотри, у Декарта изначально достоверности нету. Понимаешь? Он как бы сомневается в содержательности. Нет, у Декарта тоже изначально достоверности есть получается. Ну да. Вещь протяженная. Вещь протяженная. Есть некая достоверность. Он сомневается в содержании. И для того только, чтобы получить другую достоверность. Достоверность самого себя. Ты не от идеальности, да. А у Гегеля он сомневается в содержательности. Но он не сомневается в смысле как бы Декарта. Он просто ставит вопрос о истинности этой достоверности. То есть как бы тоже в каком-то смысле сомневается. Потому что он может быть не истиной. Понимаешь? Вот допустим, он говорит, что сейчас ночь. И он говорит, ночь это истина. Если я буду удерживаться этой истины, то она от этого не пострадает, да? Но сейчас при наступившем дне этой истины это выдохнулось. Да. Вот сейчас вы смотрите, может напряжемся, этот переход к третьему пункту сделаем как-нибудь. Я в такое ощущение, что хожу где-то и вы тоже выходите и не очень понимаю как это сделать. Просто цель Гегеля не такова же как цель Декарта. Цель Декарта на самом деле перейти к Я. И тем самым обосновать достоверность Я. Что к Я нельзя сомневаться. Это цель Декарта. Цель Гегеля другая. Цель Гегеля как бы понять в чем состоит истинность. Он ищет истину. Вот сознание, да? Вот то сознание, которое участвует в опыте, оно является чистой достойной. Табло раз. Да. Оно открывает глаза и начинает процесс. Оно еще ничего не знает. Оно не обогащено никаким знанием. Оно без помощи понятия пытается принять истину как она есть. Да. Вот истина перед ним раскрывается в виде содержания. И оно пытается его принять. То есть она пытается понять, что же является истинной. Но Гегель заранее уже знает, что истина это некое понятие. То есть вот это вот позиция мы, как ты говоришь. С позиции мы Гегель заранее уже знает, да? Когда описывает. Он понимает, что истина это нечто абстрактное, нечто всеобщее. Не может быть истины непосредственно чувственной. Поэтому, когда кто-то задается вопросом, ночь это истинного, это уже само по себе некорректно. Потому что ночь это конкретно единичное, а истина это нечто абстрактное всеобщее. И то, что как бы потом оно приходит к выводу, что день сменяется ночью, как бы да, истина никакой не получается, что истина оказывается только вот это это, да, которое передо мной. Только чистое как бы это, всеобщее предмет. Потому что вопрос именно не стоял об истине. Вопрос не стоит в том, чтобы перейти к какому-то я. Вопрос стоит в том, чтобы выяснить в чем истина. Вопрос состоит как истинное 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 Смотрите, давайте еще раз. Там сознание, которое участно чувствительное слоевертвость, оно точно так же единичное, как и предметы чувствительного слоев المстранardan. Сознание единичное. Поэтому здесь мы не говорим о всеобщеном сознании. Поэтому всеобщее сознание или я не может быть никакой еще истины. Истины является нечто как бы внешнее. Почему я? Только с внешней позиции видно, что состоит истина. Тут все, что происходит в опыте, все единичное. вещи определенностью вещи она является ты можешь сказать она если предметно и суть ее то есть пространстве и времени предметности истинная состоит первый вопрос а второй вопрос оказывается что истина состоит в ее определенности или что листи нет мы так говорим что начали с того что пространственность или бытие составляет достоверность то есть несомненность но нас уже и кроме несомненности несомненность это сторона бытия и у нас есть сторона содержательность истины вот есть две позиции достоверность и истин достоверность это сторона см acha н planteирование независ equis несомненности Если достоверно, значит, не с вами. Значит, сомневаться нельзя. Значит, это точно есть. Это сторона бытия. И есть сторона истинности. Истинность – это касается содержания. Содержание, которое сознание в этом опыте имеет, оно является истиной или нет? В чем движение-то состоит, феноменологий дух? Он показывает, что сознание проходит через многообразие форм, и на всех промежуточных формах остановиться нельзя. Почему? Потому что каждый раз так вдруг оказывается, что достоверность и истина друг другу не соответствуют. Или, как он говорит, предметы и понятия друг другу не соответствуют. Потому что надо достигнуть какой-то цели, цель состоит в том, чтобы понятие соответствовало предмету. Или достоверность соответствовала своей истине. Вот эта сторона истины – это сторона содержания. Вот давайте еще вспомним науку логики. Там ведь та же диалектика. Там есть бытие и ничто. Что такое бытие? Это то, что соответствует достоверности. А что такое ничто? Это то, что соответствует содержанию. Когда Гегель говорит, что бытие есть ничто, он имеет в виду то, что со стороны достоверности бытия есть бытие, ну как бы нечто несомненное, а со стороны содержательности есть ничто. Вот эта вот двойственность всякого сущего, всякое сущие, оно как распадается на сущность и бытие. Вот сторона сущности – это сторона содержания. Когда Гегель говорит об истине, он имеет в виду вот эту вторую сторону, сторону сущности. И когда ты говоришь о том, что бытие нельзя сомневаться, то действительно у Гегеля получается так, что бытие сомневаться нельзя. Что сомневаться можно только в сущности. Почему? Потому что сущность может быть неправильно дана. И он показывает, что многообразие форм, через которые сознание проходит, показывает, что каждый раз ту истину, которая в этой форме сознание обретает, она не является истиной. И надо, необходимо перейти в какую-то другую форму и принять в качестве истинного, видите? А, вот тут что еще важно заметить. Тут же важно заметить, что у сознания есть некая установка. Вот, чувствуя достоверность, у сознания есть установка «принять в качестве истинного единичное». А истинным оказывается нечто всеобщее. Каждый раз. То есть, получается, что сравниваются две истины. Помнишь, мы говорили, что такое сомнение в содержательности? Вот две содержательности, которые мелькают, которые надо сравнить. Содержательность, которую хочет принять сознание, а именно единичность, потому что видит оно единичное, и хочет принять в его все целиком, как оно есть. Да? Не упуская ни одного момента. Все, богатство, чувство, достоверность, оно хочет принять в себя, потому что это и есть истина. Оно считает, что в этой и есть истина. Но! Оно не может все это принять. В силу своей ограниченности. Оно может принять только как бы вот нечто, и это как ты говоришь, предмет какой-то. Нечто определенное. Нечто конкретное, и это ограниченное. Допустим, эту ночь. А ночь меняется днем. Подожди, а если бы на самом деле этот предмет бы не изменялся? Предположим, что ты сидишь где-то в комнате и наблюдаешь, и ничего не меняется. Только что, когда сознание так бы и замерло бы в этом, что ли? Оно хочет принять единичное. Ничего упустить нельзя. Как вот оно все обоминетели. Я так как раз хочу сказать, что если ты будешь мыслить определенное в качестве определенного, то ты вынужден будешь мыслить как я, вот это самое маленькое я. В качестве истины бытия. Ну, истины в том смысле, что вот сам процесс постижения, он и будет где-то бесконечно процессом принять. То есть, что является непосредственным тогда? Оказывается, что непосредственным является непосредственность моего видения. То есть, это самое маленькое я, выделенное ко всем моему гибелью. Мы еще перейдем, когда два я присутствуют, и они друг с другом сравниваются. Самое интересное, что если бы во внешнем не было бы изменения, то вторая позиция, никогда бы во вторую позицию сознание не перешло. Нет, я считаю, что достаточно мышления определенности вещи, чтобы понять, что истинное бытие является непосредством моего видения. Я говорю, подожди, мы же движемся в некой логике необходимости. Какая необходимость заставит сознание перейти в следующую позицию? Если, допустим, ничего не меняется. Вот ты это сказал, есть ночь. А сам сидишь что-либо на помещении. Ну, и у тебя будет всегда ночь. Но ничего не изменится. У тебя будет все время тимонтал. Не важно, у тебя будет ночь. Но если я ночь мыслю в качестве чего-то определенного, в качестве чего-то ночь, имеющего границу соответствующую, то таким образом я от мышления ночи, то есть непосредственности предмета, я прихожу в непосредственности моего видения. То есть, когда тебе и ночь не нужно, то и от любого предмета так может быть? Да, как и Декарта. Как и Декарта. Декарта тоже может взять любой предмет и в ней посмеваться. От любого предмета он может перейти к мышлению своего когнута знаменитого. То есть, смена дня и ночи? Да, всеобщего. Смена дня и ночи это содержательный процесс, который иллюстрирует собой формальную необходимость. Правильно. Но она, как бы, получается, у тебя не нужна. Не нужна. Как у Гегеля она есть, надо же это понять. За что у Гегеля она есть? Ну, у Гегеля есть. Он так определенность делает. Он пишет, так описывает, так определенность. Нет, это понятно, что он так описывает определенность. Только просто очень важно. Почему он это описывает? Почему у него обязательно нужна внешняя необходимость? Потому что, когда мы перейдем к тому, как сравнивают друг друга два эмпирических сознания, опять получится, что одно говорит здесь дом, а другое говорит здесь дерево. И эти две истины друг друга противоречат. И тем самым он переходит, благодаря этому противоречию, к третьему. То есть, как это? Каждый раз у него вот это вот противоречие, оно является в некотором смысле, как бы, в кавычках, где-то объективно. У тебя действительно нужно второе сознание, его спросить, а что здесь, здесь дом и дерево. На самом деле, нужно это некий опыт, предноситель другого, другого, который тебе обо всем этом рассказал. Нет, конечно. Нет, второе сознание, знаете, почему есть? Потому что сознание, если единичное, то, поскольку оно единичное, существует другое единичное. Единичное сознание рядом с людьми. Да, я говорю, что если определенность предмета находится на стороне сознания, определить, значит, ограничить, то таким образом мы вынуждены мыслить второе сознание, которое именно в этот момент думает, что здесь не дерево, а дом. Хорошо. Пока первую позицию составили, разбираем вторую позицию, а не дерево, а дом. Вот одно сознание говорит, что и непосредственно состоит в том, что он непосредственно видит дом, а другое сознание опирается на то, что непосредственно оно видит дерево. То есть что у нас получается? Что собственно в определенности вещи? Арбитр кто? Один говорит вижу дом, другой говорит вижу дерево. И как это сравнивается? Арбитра здесь не должно быть. Здесь у тебя должен быть точно такой же переход, как произошел от первого ко второму. То есть арбитр вот здесь не должно быть. Ну, подойди, кто переход? Ты говоришь о том, что позиции как бы нет, да? Само сознание должно перейти. Оно вот слышит, что другое сознание говорит, что здесь дерево. Вот оно не то, что ему рассказали. А как? Давай вот это как-то постараемся понять. То есть для него оказывается, что в определенности этого нет истинности. Оно же получается потом от того, что есть такое противоположие, он переходит к тому, что говорит, что я здесь качестве всеобщего. То есть ты, да, да, я здесь качество всеобщего. Я становится всеобщим, которое уже не поворачивается и не может поворачиваться, потому что для всеобщего я нет никаких единичных. Других я рядом не может быть. Всеобщее я это, а оно всегда единичное. Оно одно. Не единичное, оно неправильно, оно одно. Единичный я, вот это рядом будет друг с другом. И ночь не наступает на день уже. То интересно, я вот не могу этот переход, я говорю, с авторитрами сделать. Нет, как бы, ну, и логически, ведь ты есть три позиции, да, вот... Нет, это понятно, что логически, а переход-то как? Логически-то есть, что одно, потом второе, потом перебор вариантов, потом они все вместе. Ну, перебор вариантов, спасибо. Вот есть, как бы, субъект-объектная структура, может, три варианта. Или это непосредственно находится в предмете. Ну, нет, мне вот, вход от первого ко второму, мы видим, что здесь нет перебора вариантов. То есть нет, потому что тебе первое не понравилось, а давай-ка я по мыслю второе. Не получается так. Получается, что движение неисходимо. Если ты начинаешь мыслить предмет именно в качестве определенного предмета, ты должен начать мыслить то самое я. И считать, что именно в этом я, то есть непосредственности вот этого самого я, есть истинная чувственная достоверность. А если... Поэтому хотелось бы этот прием сохранить и постараться понять, что когда я мыслю вот эта самая определенность, то у тебя, получается, в определенности как бы есть две вещи. Во-первых, у тебя есть в определенности, это как бы внешняя граница, то есть деньги к граничному ночью. И в этой дичтойности есть каким-то образом внутренняя граница. То есть когда у тебя сущность, наверное, одна и та же, но эта самая чувственная темнота, она может отсылать либо к темному дню, либо к светлой ночи. Вот так. То есть для одного здесь день, а для другого ночь. Я просто не могу это высказать, у меня не получается. Ну, например, когда он переходит к восприятию, здесь вот есть такое пояснение, да, в сторону почему как бы восприятие это необходимое, предмет здесь является необходимым, а не так, как в этом чувственной достоверности. Смотри, вот он пишет. Этот принцип уже в главе восприятия возник для нас. Да. И наше принимание восприятия не есть уже поэтому являющееся принимание, как в чувственной достоверности, а необходимое. Ну, это уже второе. Не, я понимаю, но дело вот просто в том, что вот это вот являющееся принимание, почему я говорю про перебор вариантов? Потому что, когда мы начинаем, да, и всякое начало, есть некий перебор. Мы не знаем на самом деле, у нас нет вот этой необходимости. Вот восприятие уже возникло необходимости, там уже дальше все движение, оно будет необходимо. Да. Но когда мы с самого начала необходимости, это нет, надо же, когда он перебирает три варианта, возможно... По проблемам стоит, что он их не перемирает три варианта. Да хорошо. Вот третий вариант, я знаю, что нас с чем ассоцируют? Как раз с позицией мы. Потому что для позицией мы... Я так и сказал. Я тебе так и сказал, что так обычно интерпретируют. Но хотелось бы получить этот самый результат таким образом, что он не является, не связан с позицией мы. Мне еще не очень понятно, как содержательность этого второй позиции. Вот есть вторая позиция, когда чувство достоверности непосредственно содержится благодаря тому, что я единичный, держу суть этой истины, здесь это дом. А как здесь возникает... Я помню, мы обсуждали уже этот вопрос. Как здесь возникает противоречие с тем, что другой говорит, что здесь это дерево. То есть Гегель рассматривает эти высказывания безотносительно субъектов, он один говорит, здесь дом, друг, здесь дерево, и там, и здесь, здесь. То есть ты всякий раз думаешь, что перед тобой дом, но именно из-за того, что ты являешься здесь я, предполагая, что другого субъекта, который в этом самом момент думает, что здесь дерево. Вот так получается. То есть такой ход. Вот именно так. Ты из того факта, что ты думаешь, что перед тобой дом, то есть самого простого факта, оказывается, необходимо положить другого, который будет думать, что в этот самый момент здесь находится. То есть вопрос опять же о выстинности идет. Я еще раз помню. Это примерно так же, как если думаешь, что перед тобой ночь, а ночь является чем-то определенным, всегда найдется такой день, который наступит на ее смену. Здесь трону то же самое рассуждение. Только смена наступает благодаря тому, что есть другой субъект, другой единичный. Да, да. То есть у тебя всегда есть одно сознание, но у тебя всегда есть некий предполагаемый другой, который здесь говорит, что есть другая истина в этом вещи, что на самом деле здесь не дома, не дома дерево. Как эти две позиции... Опять же, и получается здесь необходимость некое внешнее. Ну, внешнее. В том и то... Игорь вообще здесь некое внешнее. Как в первом случае, если в первом случае можно так сказать, то и во втором тоже она внешнее, но вот такая же. Не, вот еще раз. Мы же пытаемся понять, у Декарта движение не благодаря самому сознанию. Самому сознанию полагает сомнение. Само сознание... Сознание это сомнение решает и возвращается к себе. А тут получается, что вот есть некая внешняя необходимость. День наступает на ночь. Одно... Одно я... Одно я наступает на другое я и так далее. Да, да. День наступает на ночь. Всегда внешнее нечто... Но я говорю, что само факт мышления ночи в качестве ночи, а не в качестве дня, достаточно, чтобы у тебя вот осуществилось... Правильно, это достаточно с позиции Декарта. Но только это можно было только в том случае гарантировать, если бы мы считали, что сознание здесь активно... Ну, то есть ты хочешь сказать, что Декарт более глубокий философ, чем Гейн? Нет, я не хочу сказать. Ты же говоришь о том, что у них построение... Одинаковое. Не в чем-то подобное, да? Да, у них одинаковое построение. Просто у Декарта, вот я пытаюсь разницу найти. Вот у Декарта, получается, состоит то, что сознание изначально активно, оно полагает сомнений, а возвращается к себе. А у Декарта, получается, оно ждет нечто, какую-то смену внешнюю. Либо какую-то другую необходимость видеть другого. Получается, что так, да. Либо истины другого. Получается так, да, я тоже согласиться, да. Что так, что... Оно как бы пассивно, понимаешь? Да. Да, оно пассивно, да. Получается, что оно полностью завязло об определенности другого предмета. Именно определенно заставляет мыслить, что здесь не дерево одно для другого человека. Что-то происходит. И что у тебя... Что провязает. На смену дня наступит всегда ночь. Смотри, оно в чувстве, например, уперлась в ночь. И если бы день не наступил, оно бы так и осталось в этом упертости. То есть, есть некая пассивность. Потому что оно просто нечто принимает и находится в пассивной ситуации. По-моему, упертость тоже такая, что... Другое дело, оно, конечно, в него уперлось, но... Ночь наступает на день с необходимостью. Оно выглядит само сознание как внешняя необходимость. На самом деле, это закон определенности. Нет, дело в том, что как бы есть общее... Немецкое классическое философие... Убеждение, что чувство не является активным. Что чувство это чистая пассивность. Вот, например, потом даже восприятие, которое тоже является чувственным, это есть чистое принимание. Понимаешь? Чистое принимание. Так оно и есть здесь чистое принимание. То есть, а что такое принимание? Это и есть пассивность. Без помощи понятия. Пассивность. Потому что, вот у Канта, у него спонтанность, да, вот некая активность возникает только в понятии, то есть в мышлении. Опять же, это общая убежденность, что чувства только пассивные. Вот в чем отличие от Декарта? У Декарта... Чувства в том, что чувства не лгут, они действительно что-то дают. А что-то там сереется. А я сам начинаю думать, что это что передо мной. День, этот... Чувства не делаю. В том, что ты состоит в том, что ты начинаешь думать. Они и говорят, что активность возникает только в мышлении. А пока мышлении нет, пока мы в чувствии. Дом или день начинаем. Ночью... Правильно. Но пока... Пока мы в чувствии, что достоверно. Тогда нет, пока мы... Мы принимать можем. Мы не можем ничего, быть активными. Вот поэтому ему нужно внешнее необходимость. Как сознание сдвинется? У него нет внутреннего выбора. Но ты все время становишься тем, что там темно. Что там темнеет. Нет, вот там темнеет. Нет, хорошо. Там пускай будет... Если оно темнеет, то тогда... Темнеет, тогда есть чувство одно чистое. Темнеет. А, ты можешь сказать, что уже есть это... Да. А у тебя настолько, насколько у тебя есть не темнота, а есть ночь. Протяженная в ночи, прокуляющая все это. То есть... А вот звездами, облаживающими определенной водоопределенностью. То это у тебя... Для этого уже стояло с тебя отношение, меняя предметы. Разница между темнеет и темнотой ночью. Она вот в этом и состоит. Нет, тогда не важно. Происходит нечто, нечто что меняет. Даже из того, что... Давай так. Из того, что здесь есть форма, это не значит, что есть мышление. В Кантове тоже так. В Созлицании есть форма. В пространственное время, но там уже мышление сразу нет. Хотя в пространственное время, как в Орге, есть... Ну, здрасте. У него есть всякое мышление. Созерцание. Да. У него есть... У него в Созерцании, когда он изучает Созерцание, тоже мышление еще как бы нет. Но оно есть форма бытия. У него есть форма бытия, мышление, Виканта. У него у тебя фихта живет в ситуации, что у тебя есть аплёрная форма, постарёрная форма и мышление, говорит Фихта. Это как раз фихта, добавка фихта. Фихта считает, что уже в Созерцании есть некое мышление, которые, как ты говоришь, делают нечто внешнее, указывают, что это не я, выносит вовне. Ну а чем это непонимание Канта? И у Канта так же, казалось бы. То есть у тебя есть оплённая, постарённая... Нет, получается разница между чувством и рассудком, мышлением, там, всё это, ничего никакого нет. Ну вот я не знаю, я не знаю, в каком оно чувством, но это же не чувство как таковое. Когда у тебя есть понятие, то нет и постарённости. И написано, что мы должны поступать точно так же непосредственно или воспринимающе, то есть пассивно. И подходим, и воспринимаем. Ничего не изменять и постигать без помощи понятия. Но это и означает мыслить. Так оно и происходит. Ну нельзя же сказать, что не мыслить-то. Ну понятие, мыслить-то можно понять их. Нет, ну не означает, что не мыслить, он мыслит себя и двигается себя. Нет, ещё раз говорю, я согласен, что формы есть. А как вам? Так только начинаешь мыслить, возникает уже сразу два. То есть кто вас принимает, и кто вас принимает. Да, среди многообразия чувств и достоверности, говорит второй абзац, что мы должны быть, и кто-то не хочет читать, и кто-то не хочет читать. Среди многообразия чувств и достоверности, тут же выделяются две составляющие. Да, я и предмет. Вот тебе и мысли, и мысли. Так это с позиции, это мы только с позиции мы. И дальше нужно говорить, подобное различие проводим не только мы, но оно существует и в самой чувств и достоверности. для многообразия цветов, полей, лугов и звёзд, а у тебя есть ещё и такие вещи, и приметы, и маленькое сознание. А тогда в чём мы сомневаемся? В чтойности предмета. Или в том, что я. В чтойности предмета, наверное, всё-таки. Нет, мы сомневались в чтойности. Да вообще-то чтойность, это чубы, эти есть чувственные чтойности, что тут особенного такого? Что тут особенного, это просто насчет в себе? Причём а почему мы не можем сомневаться в себе? Если есть две составляющие, они равны или не равны? Себе мы не можем сомневаться. Мы можем сомневаться только в этой раме. То есть эти части не равны? То есть предбета и ер? Я согласен. Ты прав. От того к третьему вроде как мы сомневаемся в самом себе. Как это так? В том смысле, что в своей определенности. То есть у тебя день наступила одна ночь, что ты перешел в мышление я, а после этого ты перешел в мышление себя, как видящего дома, как видящего дерева. Именно в этой самой определенности ты сомневаешься, да? Так ведь? Получается, что я не понял, что ли? Ты считаешь, что я может в себе сомневаться? Ну вот в том смысле, как Вова нам описал, в этом смысле. Почему нет-то? Как это? Одно дело сказать, что достоверность содержится в непосредственности видения. Ведь я видит, я и видение это разные вещи. А другое дело сказать, что непосредственно находится и я. У тебя и я есть видение. Ты вот в этом самом видении сомневаешься, что оказывается невидение, а слышание. Да, есть же люди, которые видят, слышат. Ну скажем, звуки для них... Но это неважно, если два эмпирических сознания рядом находятся, два эмпирических я. Или это одно и то же эмпирические сомневаются. Мы постараемся понять сейчас, воином руководством, под тем, что значит, один видит здесь дерево, а второй видит здесь дом. У тебя всегда есть одно сознание, которое... Я с вами... Каким образом у тебя существует второе? Намек на то, что вы говорите, есть только в том, что он говорит, что я в качестве всеобщего возникает здесь. Но может возникать я в качестве всеобщего, если действительно идет критика именно я. Конечно. А критика идет именно я. Критика идет именно я. То есть вот получается буквально, что я сомневаюсь именно в форме своей определенности, да? Так? Еще раз. Во-первых, слово сомневается в критикаторской теме. Мы говорим об истине. И об истине достоверности. Это, конечно, по смыслу то же самое, но просто формулировка другая. Ну, мы бы раз через декарты взялись, так и правильно... Правильно. Но по у декарты еще раз говорю, разница состоит в том, что у декарты это я активно. Оно ставит вопрос, оно сомневается, оно же ставит решение, решает. А здесь все пассивно происходит. Воспринимающий только, видишь, пассивное беспомощное понятие. То есть в чувственности у Гегеля я только воспринимающий. И критика происходит, она вот буквально в смысле как внешняя критика. Вот день наступает на ночь, сознание понимает, что да, вот оно прокритиковано, оно движется дальше. И здесь так же. Одно я и другое я. И возникает критика внешняя. То, что оно пассивно. Если сознание пассивно, то может ли оно вообще в принципе... Может ли оно в принципе... Оно всегда будет в истине. Неважно, день это ночь или переход. Для него просто не будет, потому что переходя от ночи к дню, оно просто не будет знать, что у нас бывает про ночь. Оно всегда находится в истине. Вот это и есть третья позиция, то, что он говорит. Слышь? Это третья позиция. Потому что про третью позицию так и пишется. Нет, сознание, соответственно, ты всегда находишься в истине. Вот про третью позицию так и есть, так оно пишет. Только сознание, когда сознание начинает сравнивать, что было и что есть, когда активность возникает... Возникает вот тут... И вот тут, может быть, уже возникает вопрос о достоверности, в том числе и я. Ну, только как третья позиция описана. Я этот, утверждаю, следовательно, чтобы здесь, это, дерево. И не поворачиваюсь так, чтобы здесь стало для меня недерево. Я не обращаю так же внимание на то, что какой-нибудь другой видит здесь не дерево. Или что я сам другой раз принимаю здесь за дерево. И теперь за неделю. Я есть в чистое созерцание. Я про себя остаюсь в пред剛ом мнении, что теперь это день. Или… И что здесь это дерево. А также не сравниваю себе здесь и теперь. Друг с другом. Но держусь одного-непосредственного отношения. Теперь это день. То есть получается, что вот эта третья позиция, вот она фиксируется именно так, что смена дня и ночи, или смена одной, это истинный, одного, единичного я, смены, это истинный другой, другого единичного я, для него не является уже проблемой. Не является, не является, только понятно, что не является, а так непонятно, как со второго органическим ходом без позиции мы перейти к третьему. Это-то непонятно. Непонятно, постановка вопроса непонятно. Во-первых, давайте все-таки как бы общие выводы просто будем резюмируем просто того, что мы говорим. Мы говорим, во-первых, что между декартами все-таки разница есть. Разница состоящая в том, что у декарта сознание является, сознание или я является активным, оно все совершает, и сомнения ставит, и решает это. А здесь я или сознание является пассивным, и проблема, да, и решение возникает благодаря тому, что есть некая внешняя необходимость, которая заставляет я или сознание действовать определенным образом. Вот. Мы дошли до, с первого перешли ко второму пункту, благодаря критике перешли к третьему пункту. Как? Возникла некая внешняя критика. Да, как мы перешли со второго? То есть, это было только потому, что критика внешняя. Да, подожди, вот внешняя критика... Внутренней критики нет. Подожди, у нас было... Первого ко второму перешли через внутреннюю критику. Да, а теперь третье как образовалось? Третье образовалось так, что сознание не принимает ни внутренней, ни внешней критики. Просто держится одного, и все. И не принимает никакой критики. В первом случае она принимала критику. Почему? Потому что она настаивала, что истина является предмет. Но предмет сам показал, что он изменяется. Все. Сознание эту критику приняло, как бы перешло к тому, что теперь я буду держаться определенной истины. Но эта истина тоже оказалась в критике. И она перешла теперь к некой третьей позиции, когда она не принимает никакой ни внутренней, ни внешней критики. Так вот оно должно быть не решение я, когда оно не принимает, а должно быть его таким же необходимым, как переход от... А это и есть необходимое. Почему? Ну потому что после двух видов критиков, а критик, она теперь понимает, что оно будет само держаться мнением, независимо ни от какой критики. Вот критика есть, и ей уже не важно. Ну, это мне не нравится. Мне нравится. Дело в том, что у Гегеля ведь на самом деле, вот так же, вот Гегеля, если брать точно текст, то есть у Гегеля здесь так и остается эта проблема. Эта форма существования сознания, именно чувственная достоверность, она же так и остается, она же не сама, а она переходит. Это Гегель говорит, что раз оно не выдержало критику, то нужно перейти. Во-первых, он ставит вопрос. То есть это все-таки позиция мы. Нет, и так, раз эта достоверность более не желает подойти к нам, когда мы обращаем ее внимание на тебе, которая есть ночь, или на я, для которого оно есть ночь, то мы подойдем к ней и заставим ее показать нам это теперь, которое утверждается. То есть мы теперь, да, теперь мы берем, просто в чем-то самосознание замкнулось в своей истине, чувственной, и не хочет критики. То есть оно как бы уже, ее нельзя критиковать уже, потому что она держится этой позиции, как некой общей позиции. И вот оно как бы, с позиции мы теперь происходит критика. Так самое, что интересно, потом какой вывод делает? Из этого и видно, что диалектика чувственной достоверности есть не что иное, как простая история движения этой достоверности или ее опыта. И что чувственная достоверность есть сама не что иное, как только эта история. То есть это что означает? Что в принципе критики-то здесь, внутри-то нет. Не сама форма. То есть достоверность есть изменения? Нет, дело не в этом. Дело в том, что эта форма – некая цельная форма существования сознания. И сознание из этой формы в другую форму не переходит. Если сознание застряло на чувственной форме, то оно будет в ней вечной жить. Даже если каждый раз она будет подвергать себя критике. Она подвергает себя критике, но тем не менее держится общей установки своей, держится, держится единичного. И благодаря этому она существует как история своей чувственной достоверности. Ее уже невозможно извне прокритиковать. Вот в чем происходит проблема, в чем состоит? Что если сознание критикуется извне, то это возможно только до какого-то определенного предела, а дальше уже некуда двигаться. Вопрос в смысле, как двигаются извне, чем, кем? Либо бытием, когда один предмет другой сменяет, как ночь здесь сменяет. Либо когда одно сознание критикует другое, когда одно единичное держится одной истины, а другое – другое. Акфиксируется на все нами. Да, только позиции нас. А иначе бы что получилось? Он же говорит изначально, что все формы сознания являются полноценными. И, в принципе, он же говорит о том, что каждый переход от одной формы сознания к другой происходит как бы за спиной сознания. Это и означает, что сознание не понимает, как это происходит. Изменяется установка сознания. У меня-то получается, что понимает. Да, у тебя получается. А у Гегеля? У первого, как право, получается, что понимает. И мне хотелось бы, чтобы от второго третьего он тоже приходил и само понимал. Ну, такой… программа такая. Дело в том, что в третьей позиции она уже обладает опытом первых двух. То есть с памятью? Да. Ну, нехорошо. С памятью еще есть сознание. Ну, я не знаю, на чем с памятью. Вопрос идет не о памяти, а о том, что у нас там была разок из чистой доски. И в этой чистой доске образовалось то, что называется знание. Как мы знание получаем? На sense of их умный метг мы видим. В разговоре идет о том... Это вообще как называетесь в спрейсотах ВНУ? Система наук – да, вопрос идет о том, как. Что такое знание? Елена идет. Вообще установка Гегеля состоит то, что... Научное знание критикует являющееся знанием. И форма являющегося знанием, вот впервые это вначале, является «чувственная устаревность». То есть вот эта позиция мы – это позиция науки, которая критикует являющийся знанием. И являющийся знанием – одной из форм знания является теряешься чувствная Продолжение следует...